Медиагруппа «Авангард» представляет Что это концепт, который, безусловно, мы хотели бы развивать Вместе с нашими поднадзорными С тем, чтобы прийти к такому результату Который как раз нам достигнет Позволит достичь того самого баланса В регулировании и управлении бизнесом О котором мы все это время на Уральском форуме говорим Перед вами основные направления развития информационной безопасности Которые, я думаю, вы уже видели в нашей стратегии И успели с ними ознакомиться в первые дни Уральского форума Именно эти цели и задачи обусловили появление Такого нового рискориентированного вида надзора Который мы называем киберучение Давайте с вами сначала разберемся с тем Что это такое, как себе это видит Банк России Цель киберучений – оценка способностей финансовых организаций Обеспечивать осуществление платежных информационных услуг и сервисов Как бы с путем реализации мер Направленных на противодействие угрозам И обеспечении киберустойчивости организации В рамках киберучений предусмотрены такие важные этапы Как проведение стресс-тестирования финансовых организаций По вопросам информационной безопасности В первую очередь это связано с вопросами обеспечения выявлений инцидентов Проверки процедур реагирования на инциденты И управления процедурами восстановления по итогам реализации инцидентов Это нас приводит к риск профилирования То есть то, как организация справляется с управлением и реагированием на инциденты Позволяет нам получить реальный риск профиль этой организации И это как итог приводит нас к повышению готовности финансовой реализации К противодействию киберугрозам и ее более такой киберустойчивости Давайте сначала верхнеуровнево посмотрим, как это работает Потому что дальше пойдут такие технические детали Как мы это себе видим? Киберучения делятся на два больших серьезных этапа Первый этап это, собственно, этап подготовки киберучений В этом плане Банк России будет использовать ту информацию, которая у нас уже есть о поднадзорных Плюс использовать лучшие практики, компетенции, которые мы получаем при взаимодействии с вами В рамках разных площадок, комитетов Также мы берем информацию об инцидентах, которые мы получаем через АСОИ, чтобы иметь реальное видение того, что происходит у вас И, конечно, у нас есть досье поднадзорных организаций, информация из которых мы тоже можем использовать Для того, чтобы ближе познакомиться с той организацией, в которой мы будем проводить киберучения Собственно, этот этап направлен на то, чтобы мы выходили в киберучение То есть уже непосредственно к вам, таким заданием на киберучение, адаптированным под вас По конкретно ту организацию, в которую мы вышли И второй этап важный киберучений Это как раз те проверки в рамках стресс-тестирования, о которых я сказала То есть проверка процедур реагирования и восстановления Проверка в части функций, переданных на аутсорсинг И, собственно, проверка по тем выявленным рискам, характерам для деятельности организации, в которую мы вышли По ее инцидентам, как она с ними справляется, как она может обеспечить свою устойчивость Безусловно, важным этапом киберучений является аналитика атак То есть как раз то самое подкапотное пространство этого процесса, о котором я уже упомянула Когда мы готовимся к выходу, мы уже имеем некий бэкграунд, который нам дает уникальное положение Что мы видим информацию от всех участников, можем ее анализировать, делать выкладки, делать выводы Понимать, какие действительно киберугрозы актуальны на данный момент для данного вида деятельности, которым занимается организация У нас может быть два захода, проактивный и реактивный То есть мы киберучение можем начать в какой-то организации, просто выйдя в нее в рамках плановых проверок Или договорившись с ней о том, что она заинтересована в проведении этих киберучений Или второй вариант, мы можем помочь организации разобраться с конкретным инцидентом, который в ней произошел Уже более детально и пристально Безусловно, это потребует изменений Такой взаимопроникающий подход регулятора и поднадзорных Безусловно, потребует расширения состава предоставляемой информации То есть, опять же, точный набор параметров, который мы будем просить предоставлять прецедентам Будет обсуждаться, я думаю, мы с вами вместе его согласуем Перейду непосредственно к тому, как будет выглядеть этот самый анализ атак Который, собственно, заявлен в теме моего выступления В первую очередь, как я уже сказала, нам нужно более точно спозиционировать организацию в тех процессах, которые у нас есть То есть, у нас есть ряд поднадзорных, это может быть кредитная организация, для нее характерны свои бизнес-процессы Это может быть организация, не кредитная финансовая организация, занимается другими процессами Для нее характерны свои собственные риски Для того, чтобы вот это понять и разделить, мы выделяем виды деятельности, которым занимается организация НФО, это пенсионные, страховые, микрофинансовые организации и прочие Кредитная организация, инвестиционный бизнес, розничный бизнес У них свои бизнес-процессы, есть свои особенности того, как выглядит их бизнес-деятельность Разделяем эти бизнес-процессы на технологические участки Уже упоминалось, я думаю, вы все знаете, что у нас есть 683-684-П, которые определяют конкретные меры защиты информации На разных технологических участках бизнес-процессов организации Дальше происходит следующее Вот таким образом, идентифицировав процесс вашей организации, мы привязываем конкретные паттерны атак Атаки, угрозы, которые актуальны на данном технологическом участке Мы для этого сейчас ориентируемся на КОПЕК Common Attack Pattern Enumeration and Classification от MITRE В принципе, здесь архитектурно может быть любой другой справочник использован Просто КОПЕК нам позволяет связать тип атаки с слабостью, которую она эксплуатирует С конфигурацией, через которую эта слабость может быть реализована И это дает нам достаточно много возможностей по определению инцидентов, актуальных на данном технологическом участке Также, кто знаком с MITRE, с КАПЕК, видели, что для каждого паттерна атак определены mitigation, то есть меры по реагированию, предотвращению данной атаки Эти меры мы уже проверили, они достаточно хорошо коррелируются, бьются с мерами, требованиями в наших нормативных документах Тут получается и ГОСТ, и другие нормативные акты, стандарты Все это вместе позволяет нам сформировать достаточно четкое, выверенное задание на киберучение для конкретно взятой организации Здесь примерно та же самая информация приведена для случая, когда мы разбираем конкретный инцидент Как правило, бизнес-инцидент – это эксплуатация ни одной атаки и ни одного паттерна атаки А некой совокупности, череды параллельных действий или последовательно совершенных действий нарушителям, злоумышленникам Которые приводят к конкретному хищению денежных средств или денежным потерям Соответственно, через такие справочники бизнес-инцидентов, которые мы планируем пополнять в рамках киберучений То есть уже получая опыт в том числе из полей Мы можем также разобрать их и определить те митигейшены и требования нормативной документации Которые должны быть выполнены в этой организации, чтобы предотвратить этот инцидент в дальнейшем Как я уже говорила, эта информация, мы ее будем собирать не в одну сторону После того, как мы таким образом разберем цепочки сценариев атак Мы сможем этой информацией делиться с нашими подназорами в целях предотвращения Что мы и делаем У нас есть, как я уже сказала, типовые бизнес-процессы, инциденты, данные предыдущих киберучений и проверок У нас есть досье поднадзорной организации То есть мы достаточно много работаем перед тем, как выйти в организацию Мы получаем конкретный набор требований, которые мы смоделировали на предыдущих шагах Все это ложится в основу задания на киберучение, с которым мы уходим к вам То есть это уже не список требований 382-го П, которые мы взяли и просто идем и проверяем Да, нет Это некое адаптированное под организацию задание на киберучение Дальше мы разбираемся, какие из этих требований у нас организация выполняет И может предоставить свидетельство того, что эти требования выполняются Соответственно, по этим требованиям все хорошо Это одна часть требований Есть другая часть требований, по которым организация не может предоставить свидетельство того Ну явных, скажем, не готова предоставить свидетельство того, что они явным образом выполняются Вот, опять же, отличие киберучения от надзорной проверки в том Что в надзорной проверке это было бы вынесено в отчеты проверки с требованием закрыть эти уязвимости То есть выполнить эти требования В киберучениях несколько иначе Как раз, пользуясь вот этим свойством КОПЕК От конфигурации подняться к паттерну атаки и проверить, актуальна она вообще для конфигурации организации или нет Мы можем предложить вам предоставить конфигурацию по технологическому участку, на котором мы выявили нарушение Вот эта неопределенность, выполняется это требование или нет И если для вас это требование не актуально, в принципе, потому что такой уязвимости в конфигурации у вас просто нет Это требование на реализацию просто в ваш список к устранению не пойдет Таким образом мы получаем более адресный, уточненный, структурированный риск-профиль В котором явно обозначены только те угрозы, уязвимости, которые характерны для вашей организации Более того, поскольку это киберучение Мы также можем полученный опыт использовать и поделиться им с другими участниками То есть чтобы они заранее, превентивно проверили у себя и закрыли те уязвимости, которые мы будем получать Как итог, мы переходим от надзорных проверок к консультативному надзору Это более адресная проверка Вы будете чувствовать, что когда мы проверяем, мы понимаем, с какой организацией мы имеем дело То есть вы будете понимать, что это более адресная проверка У нас с вами получится список требований, обоснованный То есть мы будем понимать, какие угрозы конкретно для вашей организации характерны Более того, с этим списком требований вы можете пойти к вашему бизнесу Лицам, принимающим решения, собственно, для обоснования бюджета на их выполнение Ну вот в целом, такое видение аналитики атак Ну и последнее, о чем мне хотелось бы сказать Что первые киберучения, пилотные киберучения мы планируем провести уже в текущем году Спасибо Спасибо